Здравствуйте, Люда! Мы встретились с вами осенью, когда сейчас традиционное время посадки уличных растений. Мы садоводы истребляемся к питомникам, садоводческие центры. Глядя на красивые картинки, красивые цветы, руки устремляются к всему подряд. И хочется купить, конечно же, все и сразу. Тем не менее, чтобы не прогадать, чтобы цветник не выглядела ляберства, на что следует обратить внимание при посадке к вымору растений. Добрый день! Да, безусловно, осень – то время, когда мы заботимся о красоте нашего будущего сада, время, когда что-то добавить, купить то, что давно хотелось. И, конечно, выбор сейчас огромен. Даже ту выставку, которую мы с вами прошли, конечно, очень много новинок, всевозможных интересных сортов. Что хочется сказать? Ну, о том, что, конечно, материал должен быть в первую очередь здоровый, сформированный. Мы об этом говорить не будем, это очевидно. О том, что покупаем мы всегда не букет, а корни, поскольку они первичные, опять-таки, то, что нам нужно для посадки, это, опять-таки, очень очевидный момент. Вот, просто хотелось бы отметить, что есть некоторая разница, делаем ли мы цветник новый, да, новая у нас композиция, либо мы работаем, так сказать, добавляем в наш уже существующий сад что-то, да. Потому что, конечно, пройдя даже через вот эту выставку, да, которая сейчас есть в продаже, хочется сказать, что, конечно, и подобные выставки, и садовые центры, они, предлагающие всевозможные новинки, вот, сезона, они, конечно, для, безусловно, хорошо интересны для садоводов, в которых уже есть, может быть, сложившиеся композиции, им хочется добавить каких-то штрихов, да, и либо отдельных, так сказать, каких-то вот таких новинок в свой сад и в свой цветник. Но здесь, конечно, опять же, хочется сказать, что всегда проблема в том, чтобы избежать дробности, да, вот тот наш, так сказать, такой момент, который часто преследует наши садовые композиции, все-таки хотелось бы, ну, так сказать, сложно посоветовать, но тем не менее, если есть возможность, да, купить, может быть, несколько видов, там, одного сорта, да, для того, чтобы иметь хотя бы какой-то размер, в общем, так сказать, пятна композиции на будущее. Ну, опять-таки, или то, что, возможно, будет поделить на будущее. Либо, чтобы композиция не смотрелась, может быть, излишне дробно, можно эти приобретенные растения сажать вместе с теми, которые с ними будут декоративны в одно и то же время, будут с ними, как сказать, красиво совпадать, может быть, по цветовой гамме. И оно, если все-таки у нас композиция на основе цветника, на котором мы только начали работать, все-таки хочется сказать, что кроме вот таких новинок, да, все-таки основу композиции, основу цветника составляет, может быть, тот устойчивый у нас ассортимент, который традиционно хорошо зимует, хорошо себя чувствует, у нас, и, в общем-то, который создаст такие основные цветовые пятна, что ли, да, вот в композиции. Поэтому, как бы, новинки, в общем-то, не всегда, как бы, могут быть основой цветника. Ну, и, конечно, вот опять приходится наблюдать эту картину, о которой многократно говорили, о том, что чудеса современных компьютерных достижений, в общем-то, да, они, к сожалению, на руку не очень добросовестным людям, которые опять продают все вот эти диковины, которых, собственно, не существует. Начиная с этих пресловутых лилейных деревьев и кончая многим остальным. И здесь, конечно, для того, чтобы, ну, как бы, так сказать, избежать, ну, просто у нас люди сейчас очень много знают, много читают, да, и вот, как бы, знакомиться с новыми сортами, знакомиться с растениями, читать много литературы, чтобы все-таки представлять, что вы хотите приобрести, да, и идти именно за этим растением, а не, вот, так сказать, теряясь перед всем этим великолепием, попадаться иной раз вот на такой, так сказать, крючок людей, которые, в общем, этим пользуются. Ну, и, конечно, одними из самых популярных растений остаются луковичные. Вот вы, как профессионал, не могли бы дать несколько советов, как посадить их таким образом, чтобы весной и летом, приезжая на дачу, действительно чувствовать себя в настоящем райском саду? Конечно, очень время луковичных, но я всегда говорю, что о том, чтобы позаботиться о весне, луковичных, с одной стороны, начать, в общем-то, следовало бы даже весной, потому что вот куда добавить луковичных, очень хорошо видно весенним саду, я всегда советую походить весной по саду, когда еще нет листвы, когда еще сад свободен, и мы сразу видим те места, где нам хотелось бы иметь какие-то цветовые пятна, кроме того, записать для себя, для того, чтобы достать вот эту свою записочку осенью и посвериться, потому что нередко так бывает, что осенью, когда все деревья, все растения уже в пике своего цветения, то есть облиственности, и кажется, что места нет, да, недостаточного места для того, чтобы разместить луковичные. Но когда мы ходим по саду весной, мы видим, что эти места есть, это во-первых. И в этой связи хочется сказать, что, во-первых, можно спокойно высаживать растения между кустарниками, например, потому что там, где пока еще нет листвы, в общем-то, их видно, и вот эти цветовые пятна мы с вами можем, в общем-то, проследить. С точки зрения декоративности мы могли бы разделить луковичные, скажем так, на группу мелколуковичных, на группу ботанических видов и на группу таких более декоративных сортов, такое мы возьмем декоративное, скажем, деление. И мелколуковичные, да, сюда мы отнесем их крокусы, хианадоксы, там, пролески и так далее. Все-таки их высаживать в саду лучше пятнами. И смотрятся они, да, когда это все-таки большими цветовыми мазками. Особенно в композиции, когда наблюдаем на них издали, да, за ними, потому что иногда какая-то дальняя часть сада, куда мы, может быть, еще не посещаем ее пока, так сказать, у нас еще такой сад еще влажный после схода снега. Но, тем не менее, вот посаженные крупными мазками они будут, как бы, смотреться лучше, безусловно, да, и сажать их поштучно, конечно, мы никогда не достигнем нужного результата. Во-вторых, мелколуковичные мы можем использовать даже, в общем-то, на довольно затененных участках, особенно там, где у нас с вами, например, лиственные стоят деревья. Потому что, поскольку листва еще деревьев и кустарников не распустилось, им хватит, да, света для того, чтобы, в общем-то, перецвести. Мелколуковичные, опять-таки, можно сажать и среди газона, да, мы знаем эту практику английских садов, когда делают так называемые цветочные ручьи, когда мы можем посадить их среди газонной травы, да, и потом уже скосить чуть позже, да, например, не в парадной части, на которой мы косим часто, а, так сказать, вот в какой-то, так сказать, лесной части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова